всем привет меня зовут дискодансер и сегодня и сегодня мы поговорим снова о видеокартах точнее о том как я очередную видеокарту купил с авито именно так если вы уже смотрели несколько моих видео про видеокарта вы знаете что я покупал вообще перед этим я хотел вам записать видео о том как нужно купить на авито то есть чтобы не попасться на какую-нибудь шляпу и сам в итоге попал на такую шляпу блин ну это пипец если честно так обидно что несколько штук с авито получается я покупал gtx 1080i потом покупал gtx 1080i и gtx 1080i потом я покупал rtx 28 супер та которая я считаю самые красивые видеокарты на свете ну точнее вы уже смотрели про дело наверно ролик если нет обязательно посмотрите ну и скажите какая все таки она красивая или нет и сейчас я купил последний наверно точнее не последний но короче точно реально к самую лучшую видеокарту который я мог приобрести с авито rtx 2080 и евка это тоже ft w3 ультра это такая же версия как и супер которая вот у меня была ранее так который я считаю красивый вот это по сути то же самое только с шильдиком ти ай вот тут у меня есть коробка сейчас я достану вот такая вот замечательная коробка она кстати не ввозит почти в экрана на ноги гигантская видите она даже не ввозит она где-то вот ну вот как-то примерно так вот я сейчас пытаюсь посмотреть как она выглядит ну короче вы я думаю вы видите как она выглядит здоровая единственное она не совсем правильно сделана она вот так вот видите как-то берется и снимается ну точнее как бы это очень красиво но в то же время это очень странно когда ее берешь просто вот так вот пытаешься перенести она просто отваливается так верхняя часть ну в целом и короче я думаю вы поняли вот пришла на мне в коробке и человека который продал мне зовут павел ему большое спасибо за эту видеокарту прекрасную твоя история такая что я купил rtx 3070 в итоге я короче решили продать и купить вот эту rtx 2080 да это глупо скажите вы ну вот видите желание у меня такое именно было мне кажется что она падает как пизанская башня она падает на меня ну нет она не падает стоит купил и rtx 3070 вы об этом уже знаете потом мне пришла rtx 2080 супер я восхитился посмотрел на rtx 3070 посмотрел на rtx 28 супер снова посмотрел на rtx 30 есть снова поставил на rtx 2080 супер ну и понял что короче хочу я себе rtx 2080 эти а именно такую же ft w вот эту 3 ну и начал шерстеть авито в общем искал я довольно таки недолго вариантов там на самом деле особо не было там они были 60 70 тысяч и вот чувак продавал за 57 по моему но он не хотел особо продавать через авито доставку и я в общем предложил ему там вариант что типа если я продам свою rtx 3070 я куплю у него вот эту rtx 2080 да и возможно это глупо на самом деле то что новую видеокарту купил с гарантией и теперь покупаю старый и продаю новую но на самом деле полит она конечно хорошая видя мощная но она некрасивая она совершенно некрасиво она вообще выглядит как фуфо ну точнее не премиально вообще никак я подумал что почему бы не купить эталонную версию до точнее не талонную версию самую красивую версию вот евга которая существовала наверно в rtx 2080 а ну еще lighting z и она с плюс с таким охлаждением невероятно ну и плюс там подсветка есть красивую она выглядит просто божественно ну и плюс у меня же крутой красивый комп девчонкам показывать надо что то они посмотрят что это за там задрочить чуть денег не хватило на нормальную rtx 3070 исклю ну да 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 ну вот именно так как бы но на самом деле 3070 хорошая который бы я купил asus стрикс или туф серия как он там ultimate for the ultimate force по-моему а за force короче туф я не помню как она там расшифровывается по-моему ultimate force и стрикс они короче стоит по 60 тысяч вот так 3070 эти бы я бы купил бы ну вот эту я купил короче за 56 и с доставкой на 57 с копейками вышел в общем я решил поставить свой rtx 3070 за 55 тысяч и да я конечно же как барыга пытался навариться на этом ну я решил так если ее продам я ее куплю вот эту если я ее не продам я не куплю это все в принципе я короче что продал купил эту мы там с ним переписывались немножечко он там не скидывал фотки видео записал ну точнее видео у него было с видеокарты она мне пришла короче я думал она мне придет знаете грязная там чем такой ну вы же помните как я покупаю видеокарты на фотках одно приходит карта с выгоревшим каким-то конденсатором лечу там мне было в первый раз потом приходит одна видеокарта чувака у меня их две видеокарты эти новые пришли приходит какая-то задроченная старая а потом я покупаю просто видеокарту где все на фотках замечательно приходит какая-то задроченная опять старая страшная блин ее чистить надо два часа или три чтоб она нормально выглядела и тут тоже самое я думал что что не случится обязательно ну придет невидяха не знаю какая-то задроченная опять вроде по фоткам по картинкам было все отлично и приходит мне вот это вот вещь а короче я и разбираю ну точнее коробку открываем она выглядит почти идеально на 5 с минусом чуть-чуть там пыли на кулерах когда я их снимал ну термопастую заменил просто на видяхе и все а так она просто в идеале плюс плюс она кстати говоря еще на гарантии я конечно этого не ожидал мне приходит вот эта штука от елки тут я уже правда что-то вытащил по моему насчет да я уже тут все вытащил тут короче бумажка осталось наклейка представитель наклейка гребаная наклейка от евка но я конечно сейчас не буду клеить поток наклейку дать и еще этот как он переходник ну то есть по сути я смотрел перед этим не пришло все то что было в новой видеокарте и видеокарты почти долго это просто бомбически моей радости не было предел ну реально такой видях я еще не покупал паву за это большое спасибо я просто думаю ну знаете чем-то опять произойдет опять ничего не то придет плюс еще у него гарантии там все ну точнее гарантийка она как бы так мировая и она куплена в девятнадцатом году по моему это видеокарта за 1300 баксов он если я не ошибаюсь мне скидывал этот ну тоже сша вот все пломбы на месте ничего не снято все стоит как надо в общем она выглядит идеально все в ней работает ничего не трещит не пердит никакой пыли нету почти на ней ну не было по крайней мере плюс комплект супер полный ну вполне уже некуда даже грёбанная наклейка осталось если бы я продавал я бы конечно наклейку себе прихватизировал но видите папа было все равно и он все прислал мне так как это было в первозданном виде в общем я не знаю я просто хотел вам рассказать эту историю может она даже кого-то до слез доведет ну за слез радости конечно подну за меня конечно же будете радоваться в общем это самая топовая видяха который купил совет за все время все с материка видяхи которые заказывал они все были с какими-то дефектами какие-то страшные грязные комплект был неполный что-то мне приходило без коробки вообще а тут пришло все просто тупо новая видяха за 57000 и я не жалею совершенно что я ее приобрел и продал свой rtx 370 потому что это выглядит просто бомбически бомбически и папе чески но она правда греется может чуть-чуть чем больше чем rtx 370 но в целом знаете это как бы не критично все можно поправить тут ну точнее таги power уменьшить и она меньше начинает греться как-то на производительности это особо не сказывается вот ну и плюс еще у нее есть больше портов всяких интересных чем на политка в которой был один hdmi и 3 дисплея порта тут еще тайп си есть ну тут надо дядя девяя тоже нет но это ничего страшного это официально к самая крутая топовая видяха только смог купить за все время на авито ну круче у меня видеокарт не было это топовый топ как и состояние в идеальном просто на павлу короче большое спасибо за это видео я надеюсь что вам тоже такие видеокарты будут приходить когда вы будете покупать они такие как мне приходили в предыдущих моих видео ну а на этом я буду с вами прощаться не забудьте поставить лайк подписаться на канал ну и до встречи в следующем видео всем пока пока пока